Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Почему? Она становится яркой и светоносной. Если правильная известь не выжигает пигмент, он становится наоборот ярче. Я посмотрел сам на свою фреску через несколько лет и понял, что там всё удалось. Потому что если фреска начинает выбеляться, это значит, что известь начала выживлять пигмент. А это всё не полностью выдержано. Тут у меня висит мои картинки, лет 20 с небольшим, это ещё мои студенческие вещи. Вот видно, как они чуть-чуть просели, они потемельют масло. Олежев, расскажи про эту работу. Чуть-чуть. Ну, картинка это 99-го года. Я её начал до своего отъезда. Вот это одна из немногих вещей, которая была написана в этом году. Но она значит подмалёвок. Подмалёвок был сделан в 99-ом. Потом я улетел и она 20 с лишним лет у меня просто была скручена в рулон. Потом я в прошлом году решил посмотреть, что у меня есть дома. Достал, раскопал, начнул на подрамник и решил просто закончить. То есть здесь у меня есть какие-то части от тормолёта ещё, которые так и остались. А какие-то вещи прописаны. Конечно, эта живопись, она посвежее. Так я раньше не писал. То есть, если мы посмотрим на эти вещи, да, они немножко по-другому написаны. Но, тем не менее, композиции и всё остальное, это 99-ый год, только немножко прописаны. В случае, вот как я говорил, да, вот эти вещи 90-х годов, они чуть-чуть просели, они чуть-чуть потемнели. Потому что, во-первых, масляная живопись за 20 лет она немного проседает, тем не менее, ещё плюс лаки наши. Вот поэтому здесь гамма цветовая, она всё равно, кажется, что она старая, да. То есть я специально её писал вот именно в таком колорете. А вот если посмотреть на вещи уже 22-го года. Ну, вот это, значит, картинка у нас 22-го года. Тут, ну, по живописи не так много цвета, конечно. Это вот такая полугряза с вкраплением красного, да. Здесь много цветов они не нужны. То есть устроятся вот на телесных таких. Вот это уже как бы зрелая живопись, вот как я сейчас пишу. И тут как бы уже совсем другие живописные качества. Ну, у тебя мягче стали, касание там ещё, ну, видно, да, что ты как бы свободнее стал. Да, и тело живое такое, да? Конечно. Пульсирует где-то как живое, живое, плотище так чувствуется. Вообще мне очень нравится живопись. Не очень цветная, не очень ядовитая, когда вот есть какой-то основной цвет, да. Такая полугрязаль, и там вкрапление может быть красным или синим. Ну, в зависимости от... Тут у меня всё строится на красном. Получается, и в то же время выразительность такая усиливается как-то, да. Ну, мастерство, конечно, потому что плюс к этому. А вот это у меня вещь 97-го года, да, это, по-моему, когда я был на третьем-четвертом курсе, захотел сделать такую творческую вещь. Вообще мне всегда нравился тоже вот не только религиозный сюжет, но и аллегория, мифология. Вот у нас Одиссей, морское паучение, да. И вот эта вещь, она такая свежая, но она написана, по-моему, за два дня. То есть один день фигуры, и на следующий день я это писал просто. Вот это очень быстрая вещь. Это аля прима. И вот она сохранила вот эту свежесть, да. И тут я вообще её никогда больше не трогал. Вещь написана за два дня. Здесь какой именно момент? Шторм на корабле? Да, это после его кораблекрушения, когда потом попадает на остров. Где его находят и где он задерживается на какое-то время. Вот. А это, да, это для меня вещь такая важная очень эскиз к нему диплому. Расскажи, пожалуйста, как ты остановился на выборе сюжета? Вообще идея не пришла раньше. То есть, как бы, эскиз этот, он 98-го диплома я написал в 99-м. Но идея она уже была у меня заранее. То есть, по-моему, уже в 96-м, 97-м году у меня вот были вот эти идеи написать именно такую вещь. Ну, это символично было в 90-е годы. В общем, мы учились у Ильи Сергеевича. Потом, как бы, мир весь был в таком вот шатком состоянии. И у меня как бы увиделась вот эта лодка, да. Причём я прочитывал иногда, нет. Несколько раз прочитывал в Евангелии вот этот именно сюжет. Он не такой, кстати, распространённый в живописе. Есть какие-то там небольшие вещи, но, в общем, ничего серьёзного на эту тему никогда не было написано. Поэтому он мне не понравился, что можно было написать именно на этот сюжет новое что-то монументальное. Причём он был, опять же таки, актуален в те годы. Вот. И сейчас, кстати, опять же таки, да. Вот мир, как буря, где, да, всех штормит, и Христос такое ощущение, что он спит, как бы ничего не видит, да. То есть, в надежде на то, что вот он не будет его, что он, когда он просыпается, потом он останавливает бурю. Немножко можешь по композиционным решениям, ну, рассказать, может, какие-то приёмы, там, ну, на тот момент? Нет, ну, тут всё просто, как бы началось с того, что я просто стал рисовать фигуры, да. У нас был тогда наторщик, очень хороший академий, я его просил, он меня отдельно позировал, я делал много рисунков, потом из них сложилась вот эта композиция. Там их было очень много, вот. Причём идея такая у меня появилась, написать её как бы вид сверху, конечно, то есть лодка, которая забрасывает, да, то есть, чтобы было понятно, видно что там. Ну, тут читают скрупники композиционные, да, вот лодка, парус, да, круг. Потом прошло очень много лет, что у меня было в голове тогда, я уже сейчас не помню, конечно. Ну, тем не менее, всё-таки лучше это услышать от тебя, чем потом от искусствоведов, какие-то эти варианты, домыслы и так далее. Спасибо. Так, Ваен, давай сейчас расскажи. А вот эта вещь вообще ещё с первого курса у меня, то есть со второго семестра. Но рисунки я уже начал делать, по-моему, сразу, с начала, как я поступил, это была у меня одна из первых творческих вещей сразу на первом курсе. То есть я всегда писал параллельно с заданными темами ещё свои творчества. Это был, кстати, диптих у меня был. Полёты, кара и падение. Ну, вот здесь вот пока я мастил то есть падение. Такая вот интересная вещь, но вот эта вот, она у меня раньше была немножко другая. Я её тоже после того, как я приезжал в течение 20 лет во Москву, иногда что-то дописывал, переписывал. Сами вот эти огненные языки, я их потом добавил, которых не было ночью. Поэтому я как бы придал её выразительности, и она мне понравилась, я её решил тоже выставить, несмотря на то, что ей там очень много лет. И, короче, сочетаемые силы и сражёты, вот, вот, вот... Чёрт! Это вот тоже, наверное, всё, кстати, мои вещи академические, но творческие. Потом мне всегда нравятся вот эти вот сюжеты, именно там, какие-нибудь библейские или апокалиптические, ну, такие трагические вещи, да, и вот почему-то люди, вот, именно такой надрыв, да. И вот здесь выбрал я как раз такой момент, когда Иван пишет «Апокалипсис», он слышит этот голос и за ним записывает учеников. Мне показалось это очень интересным и, опять же таки, актуальным, да, как это было и тогда, так же и сейчас. И вот эта картина как раздавалась названием этой выставки. Апокалиптичность, вообще, нашего Батериана. Красная вода, море красное. Потом это не сюжет из апокалипсиса именно, это как бы, это Иоанн на Паттанусе, который вот видит это, да. И вот то, что он видит, он это как бы диктует. Интересный, конечно, сюжет. Ну, здесь, здесь вот, где-то я его тоже оживил в этом году, в 22-м году. Я немножко прошелся, там, какой-то давай, чтобы он был пообразительный. Начинаем. Расскажи, пожалуйста. Ну, вот это такая вещь для меня более камерная, но она философская. То есть, видите, здесь гамма, она очень ограниченная, как раз живописная, здесь мало цветов. Но идея, она чем мне понравилась, как бы, сюжет очень известный. Христос и Пилатом, что естественно, как бы, его уже писали великие, там, Гэ, грубо говоря, что, может быть, лучше. Но, тем не менее, мне все равно захотелось написать этот сюжет. Вывести ли Христа все-таки, да, в свет. Поместить Пилата спиной, а сзади вот этого воина. То есть, как бы, что есть истина? Вообще истина – это Христос. Истина – это Он. И вот Он находится где? Между властью и силой. То есть, это воина представляет силу, а Он – власть. Власть – она к нам спина. Тут мы никогда не видим, на самом деле, вообще истинное лицо власти. Власть и силой. Вот истина – она междунаходится. Ну, вот тут я решил выставить эскиз и большой вариант. Ну, он, как бы, не очень большой, но, тем не менее. То есть, люди небольшие там потом. Разница, да? Ну, опять же-таки, вот Георгий, вынимающий копье. Почему я захотел написать именно такой сюжет? Потому что Георгий, который на коне убивает дракона, уже сто миллионов раз его все написали. А я так прокрутил немножко «До и после». Знаете, как можно любой сюжет увидеть «До и после». Мне понравился сюжет «После», когда он, скорее всего, уже следствует этого коня. И где-то нет же такого сюжета, опять же-таки. Мне понравилась вот идея именно того, как он ставит уже ногу на поверженного дракона и вынимает копье. Да, в этом есть, опять же, некая символичность. Да. В общем-то, это то, чем вообще все должно закончиться потом. Окончательной победой, да, добра над злом, скажем так. Как бы по нами это ни звучало, но это так. Вот, а Георгий – это все-таки, это же наш покровитель Москвы, опять же-таки. Это святой. Вигель Бьева. Который русскими воспринимается иногда как русский, несмотря ни на что. Да. Вот. Вот там самое последнее. Вот моя любимая деревня Подмосковная, да, не скажу, как она называется, но тем не менее, вот этот год, 22-ое право России весь, да, и, естественно, имеет такую возможность, да, выезжать на природу, и у меня дом в деревне. Что можно делать еще куда-нибудь писать. И вот я начал писать еще с марта прошлого года, сейчас скоро будет опять у нас март, и написал все времена года. Весна, лето, осень и зима. То есть вот тут вот весенние у меня вещи, это вот апрель как раз, там май, вот. И мне очень понравилось, кстати, вот я давно не писал нашу Россию, нашу вообще природу с натурой, вот именно так много. Бывало там, ну, этюд напишешь два, там, а вот чтобы написать 50 этюдов для меня, ну, это даже не этюды, это, в общем-то, это небольшие пейзажи на холстах, но они все натурные. То есть я брал холст и шел прям писать с натуры. И вот в это время, когда я первый год был в России, когда у меня все осталось в Италии, как бы, и мысли были, конечно, разные в голове, сами понимаете. Вот именно вот это единение с природой, да, вот это вдохновение какое-то, отвлечение вообще от всех проблем мира, это было очень важно для меня. То есть я посвятил практически весь год именно пейзажу, как некое вот отстранение, да, вот… Отдохновение. Отдохновение, да, проблемы. Во-первых, 20 с лишним лет в Италии – это много, я там как раз занимался монументальными вещами, не только, но вот все эти события, которые происходили в 22-м году, конечно, они меня затронули очень сильно, и чтобы вот как-то отличиться на самом деле. Вот для меня это лучший, лучший момент, да, 22-го года – это именно, когда я находился среди вот полей, лесов, один с тюником и холстом, что может быть лучше. Да, интересно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok